Филиал Федерального Центра Детской Онкологии может появиться в Хабаровске. Его планируют открыть на базе Краевой больницы имени Петровича. Сегодня в Хабаровск прибыли ведущие врачи-онкологи России. В их программе прием больных детей и мастер-класс для местных специалистов. Подробности в репортаже Ксении Брониславской. Рак занимает второе место в списке причин детской смертности в России после гибели от несчастных случаев. Ежегодно злокачественные заболевания врачи выявляют у 5000 пациентов, которым нет 18. Методы диагностики и лечения детей стали сегодня темой семинара, который в Хабаровске провели специалисты Центра Детской Онкологии имени Рогачева. Сегодня нож и лучи являются вспомогательными методами лечения. Основным методом лечения рака является сегодня лекарственная терапия. Это очень важный момент, потому что людям кажется, что если ты удалил опухоль или получил ее, и на этом все заканчивается, на самом деле это пятилетнее должно быть наблюдение за пациентом. Каждый третий диагноз ошибочный. Так ситуацию с детскими онкозаболеваниями на местах видят московские специалисты. В итоге ребенок получает неправильное лечение. Исправлять чужие ошибки часто приходится в столице. Центр имени Димы Рогачева не только оказывает медицинскую помощь, но и разрабатывает новые методы лечения. Филиал этого центра может появиться в Хабаровске. Как мне кажется, этой базой могла бы быть наша краевая детская клиническая больница на улице Прогрессивной, где можно было бы создать данный центр и создать хороший центр, центр химиотерапии с двумя технологиями. Технологии высокодозной химиотерапии и пересадки костного мозга. Переговоры о сотрудничестве с руководителем Центра детской онкологии Александром Румянцевым провел сегодня губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. Среди тем, которые они обсудили, был вопрос о приглашении хабаровских врачей на стажировку в Москву. Ксения Брониславская, Семен Сахно. Для программы новости.